Криптовалют Мол хлеба черного, кефир взяла, чай индийский. Подхожу на кассу и говорю, я хочу рассчитаться биткоином. Они на меня вот такие глаза вытаращили, еще и охрану вызвали. Даже слушать не хотят. Ну как же что? Я больше 40 лет проработала на ткацкой фабрике. Как пошла после 9 класса, так и до самой пенсии отрубила. Положила туда свое здоровье. Пыль, грязь, ворс. Легкий и забитый получила пенсию. А теперь банки начинают на мне наживаться и диктовать мне, как мне расходовать свою пенсию. Сын мне подсказал, что пенсию можно переводить в биткоины и она скоро вырастет в 10, а то и 20 раз. Почему я не могу пользоваться криптовалютой? Освободите меня от этого насилия. Я хочу тратить свои деньги так, как мне нужно. Тоня Голубков, а это его старший брат Иван, шахтер из Воркуты. Халявщик-то, Ленька, оболтус. Ты забыл, чего нас отец с матерью учили? Честно работаешь. А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Халявщик-то, ну. Подумал Леонид и сказал. Ты не прав, брат. Я не халявщик, брат. Я свои деньги честно зарабатываю над скалатой и вкладываю их по акции, которые мне приносят прибыль. Ты захотел построить завод. Один ты не построил. А если мы все сложимся, то мы построим его, который будет давать нам прибыль, кормить нас. Я не халявщик. Я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО «МММ». Зачем нам фиатная валюта? Вечно теряется. Забываешь, куда положил. Или бывает внуку вытащит. Или вообще в маршрутке украдут кошелек. Зачем это мне? Сделайте таким, как я, чтобы мы рассчитывались из криптокошелька. Знаешь, где что лежит и ничего не забываешь. Вот мы критикуем правительство за повышение цен на газ. А цены повышаются из-за кредитов. А кредиты выдает кто? Банки. Значит, мы должны протестовать против банков. Это они у нас забирают последнее. Дорогие Марии, теперь я точно знаю, как я буду дальше жить. График роста благосостояния семьи Голубковых неправильный. График направления инвестиций семьи Голубковых верный. Вместо мебели я купил путевки в Америку. Съездил, посмотрел, как там живут люди. Там живут хорошо, потому что работают. Мария, я так же, как и вы, решил открыть свое дело. Выкупить свой старый экскаватор, купить ему запчасти, отремонтировать его. В феврале куплю тренера и буду зарабатывать деньги. Как вы думаете, получше? Иии, иии, кто на вас обе гуне? Кому что еще? Хороший он парень, подумала Мария. АО МММ. Рита Голубкова в отсутствие мужа рассказывала о своем, о женском. Да и кому же еще поведать об этом, как не Марии? У кого же спросить, как не у нее? Как ты думаешь, завести нам ребенка? Но ты прокупаешься. У вас это не будет. Ответила Мария. Какой ты добрая, какой ты хорошая, Мария. Спасибо. Милые женщины, смотреть на вас – радость. АО МММ. Хочу получать пенсию битконами, а не обычными бумажками, которые обесцениваются каждый день. И не стоять за ними в очереди на почте. Хочу распоряжаться своими деньгами сам. Спасибо, Александр. Вот так вот обычные люди отстаивают свои права. И я надеюсь, они будут услышаны. А у нас дальше прогноз погоды. Да не кинь, всюду клин. На пятьдесят тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Эх, была не была. Прошло две недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. Фу, ё-моё. Куплю жене сапоги. Это просто Леня. АО МММ. Если понравилось это видео, ставим лайки. Делимся в соцсетях. Подписываемся. И не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует...